АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер! Очень рад вас всех видеть здесь. Хочу поздравить всех с самым нашим главным праздником. Я вот когда готовил плейлист, подумал, раньше было проще вот этот день авиации, который будет завтра. Он такой был один на всех. На военную авиацию, на гражданскую авиацию, на авиацию общего назначения и так далее. Сейчас зачем-то разделить это все дело в военную авиацию. Там в один день, гражданскую в другой, там еще там есть какие-то бородам войск. Я сразу вспомнил анекдот, когда украинские деревни сидят за столом, мужики горелку налили, сидят и грустят. И молчат, не знают, что делать. И вдруг где-то там на соседнем конце, вернее на дальнем конце деревни, тяф-тяф-тяф-тяф. И я думаю, о, мог быть из-за шарика. У меня такое ощущение, что, может, поводов не хватает просто. Я сразу начну почти с премьеры. То есть песня эта уже звучала, но сегодня будет она в инструментальной обработке. Вот это, так сказать, почти премьера. Ну, я что еще хочу сказать. Я так же, как и все, рад. Ну, как. Плохо, что самолет, конечно, сел в кукурузное поле, но то, что все оставили живы, и ребята, в общем-то, сделали это профессионально, и ничего не загорелось, и никто не погиб. Вот я считаю, что тут и мастерство, и везение. И они как бы к празднику такой сделали. Ну, показали, что у нас тоже летчики профессиональные. А не волноваться я не могу. У меня еще ни разу за все время не волновалось. Спасибо. Вот у нас сегодня будет, скажем так, несколько сюжетных линий, и вдохновителем этой песни про авиацию стал Сан Сан Шиперов, выпускник Бугурусланского училища. И поэтому, вот, сегодня мы к Бугуруслану будем обращаться несколько раз. Вот. Ну, начнем мы все-таки с песнью про авиацию. Пойду. Ты посмотри, мой друг, какая красота, Какая грация, Какие формы и изгибы, просто глаз Не оторвать. И не смучай настолько песен и стихов Об авиации. Все потому, что невозможно красоту Не воспевать. Совсем не даром, сколько песен и стихов Об авиации. Да, потому, что невозможно красоту Не воспевать. И даже слово «авиация» совсем Не даром рода женского И рождена она за тем, чтоб восхищать И покорять. И испытать любовь масштаба, если можно так сказать, Вселенского И поклонение, конечно, если только можно так сказать. И нам когда-то повезло попасть в ее Поклонники, служители И ею жить и все приказы и капризы Выполнять. И даже тот, кто отлетал уже в свое Остался небожителем Да потому, что невозможно просто быть Перестать Нас от других совсем нетрудно отличить И это здорово Как говорил давно мой друг, кто не любил Тот не поймет Мы будем просто обо всем забыть стоять Задравших головы Когда увидим, как взлетает И садится Самолет Мы будем просто обо всем забыть стоять Задравших головы Когда увидим, как над нами пролетает Самолет И посмотри, мой друг, какая красота Какая мощь и грация Какие формы и изгибы Просто глаз не окрести И не случайно столько песен и стихов О вариации А если слишком много громких слов То ты меня прости Совсем не старо столько песен и стихов О вариации А если слишком много громких слов То ты меня прости Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо Вот, ну как я уже сказал Несколько сюжетных линий И одна из них будет посвящена Угрусланскому летному училищу И его отпускникам Их здесь немало А я туда попал совершенно случайно Я эту историю уже много раз рассказывал Мне уже ставили в упрек Что я одно и то же повторяю Поэтому я повторять не буду Я только скажу, что песня была написана Ну, с досадой Вот, ну Потом дальше расскажу Когда мне сообщили Поверил я не сразу Не, ну надо же весенняя И где мой чемодан Из третьей эскадриги Из этого маразма Нашелся ж добрый человек Познал бы Руслан Говорят, что этот город Красивее любой столицы Говорят, заткнет за пояс Он в Венецию и Ниццу говорят Что все мы будем Обязательно гордиться Тем, что выпало нам счастье Там на летучках учиться Над картою я склонился Но города не вижу Там нет бога Руслана И нету богу Льмы Я слышал это где-то В окрестностях Парижа Или чуть-чуть правее В районе Колымы Говорят, кормить нас будут В самых лучших ресторанах И роскошные отели Предоставил для жилья И хрустальную посуду В бане в финские ванны И купаться в Черном море Каждый день там буду я Как жаль, что все не могут Да и мне помог лишь случай И с завистью понятный Друзья на нас глядят Там женщины прекрасны Как в сказках самых лучших И все курсантов любят И замуж не хотят Угостят нас для начала Гоняком и шоколадом И летать мы будем в Лондон В Дель, в Бирму, в Тегеран Ну скажите, только честно Ну что еще курсанту надо Нам в Актюбинске хреново Мы катим в Богоруслан А где хрусталь И чешское стекло Какой-то очень странный ресторан Куда это нас, братцы, занесло Вот этот человек не есть Богоруслан Одиннадцать Не тесан с того Посуды из железа Боже мой А после угощения Ну просто нету слов И сразу Очень хочется Домой Где тут отель Швейцарным открывай Свои вещички Бросит нам куда? А это что, простите, засорай Ах, мы здесь будем жить Вот где-то да Скажите А до моря далеко? Да вовсе я над вами Не смеюсь Что? Забираться будет Нелегко Ну ладно Я их душам Перебьюсь Где женщины Коньяк Или шоколад Хоть что-нибудь тут есть Скажите да Чего-чего Какой еще Наряд Все ясно Мы попали Не туда Спасибо Ну на самом деле Мы попали Конечно туда И вот Спустя Так это было В 83-й А в 99-й Что получается 13 лет спустя Когда Мы стали летать В Иране У нас международные командировки Попали вот в этот самый Тегеран Из Машкада этих рейсов Выполняли Ну по два в день Каждый день В общем ходил Такая Анекдота Или как сказать Среди летчиков А когда Внук спросит Меня в старости Дедушка А бывал ли ты в Тегеране? Я скажу Бывал Ну что Раз Наверное Пятьсот Вот И Там В 99-м году Я Первый раз Познакомился С Шиперовым А он Сам Угрусланский У него Отец был командиром Эскадрильи Он был выпускником Потом там летал Инструктором Ну На тот момент Когда мы познакомились Он В Машкаде летал Командиром Як-42 И Его как раз Подходил Юбилей 20-летие С выпуска И он говорит Ты Не мог бы Чего-нибудь написать Я говорю Стихи-то пишу А вот Гитарой не владею Поэтому Если можно Чего-нибудь Вдруг получится К выпуску А у меня как раз Была Эта мелодия Которая мне нравилась Но Слов не было И Как-то так получилось Поскольку я Летную практику На X-40 У Груслана летал Я знал Что там есть Такая речка Кины Вот И Этого Чем-то Вполне Хватило Чтобы Потом люди Даже Думали Что я Заканчивал У Грусланское Училище Вот В общем Песня называется Тегеран У Груслана Я кстати Когда ходил По Тегерану Мы как-то там С ночевкой Были Иду И у меня Тут в голове Фраза крутится А на меня Здесь абсолютно Всем плевать Читает Мне От них Не надо Ничего Это Становлительство Машины Секьюрити Выходит И начинает Выяснять Чего я тут Делаю А я Айденту свою Оставил В гостинице В общем У меня С собой Вообще Никаких документов Не было Он Маленько Помучился Я Своим Английским Так и Не мог Ему Объяснить Вот Я так Сказал Что Весь Гоуту Хостел Ну В общем Он так Все-таки Догадался Сказал Велкам Тут Тегеран Сел В машину И уехал В общем Не получилось Получить Какие-то С меня Не знаю Приводы В полиции А песня Посвященная 20-летию Выпуска В Угрусландского Училища Это получается Ну ладно Потом Суть не В этом Я пошел По Тегерану Погулять По широким Шумным Улицам И он На меня Здесь абсолютно Всем плевать Да и мне От них Не нужно Ничего Бесконечными Потоками Машин Он Будит Как будто Здесь Пчелиный Рой И на фоне Ослепительных Вершин Как гигантский Муравейник Под горой Альцегеран Не похож На другие Города Не похож На Москву И Магадан Отчего Когда Прилетаю Я сюда Вспоминаю Всегда В Угрусланд Двадцать Весен Пролетело С той поры Но глаза Закрою Снова Вижу Я Городок Который Звали мы Угры Полевой Аэродром И первый Я И первый Мой Ознакомительный Полет С парашютом Два прыжка И первый Сам Кто бы знал Что полетать Мне повезет По таким Международным Адресам Альцегеран Не похож На другие Города Не похож На Москву И Магадан Отчего-то Когда Прилетаю Я сюда Вспоминаю Всегда В Угрусланд Как в Кеннеле Не спеша Течет вода Так и годы Шли Своей Учей До дни У девчонок С кем гуляли Мы Тогда Нынче Дочки Станцев Не спеша Домой Двадцать Весен Пролетело Двадцать Довелось Мне повидать Немало Стран А сегодня Из рана Шлю Привет Может Помнишь Ты меня В угру Слав На Теберан Не похож на другие города Не похож на Москву И Магадан Отчего-то Когда Прилетаю я сюда Вспоминаю Всегда Богу Руслан Вспоминаю всегда, Богу Руслану Сан Саныч Шиперов и говорит, мы тут собираемся отмечать 40-летие нашего выпуска. У нас песни, вернее, как стихи есть, стихи написал, говорит, мой полный тезка Сан Саныч Макагон. Вот. Ну, один, говорит, из наших выпускников сделал из нее песню, но она, говорит, что-то такая вот получилась грустная-грустная. Творение называется «Рекви». Сан Саныч ее написал к своему выпуску, который был в 73-м году, вернее, к 40-летию своего выпуска. Правильно, да? Вот. Он говорит, а сейчас вот мы ее взяли, видите, стихи к нашему выпуску, и, значит, наш однокурсник сделал. Но она, говорит, что-то такая грустная. Говорит, ну, если Рекви, она должна быть грустная, ты же под нее не плясать собираешься. Он говорит, нет, плясать мы не собираемся, но, говорит, все равно она, говорит, такая прям мрачная какая-то. Вот. Он мне прислал по WhatsApp вариант этой песни, потом прислал эти стихи, поскольку я был на даче. Я помню, что вот это, обещал, обещал изучить, да, но дело в том, что у меня их не было с собой просто. Вот. И он мне говорит, ты попробуй, может, у тебя опять что-нибудь получится. Слова, говорит, можешь менять как хочешь. Вот. Если понадобится. Ну, вот получается так, что я, когда стихи, которые вы мне дали, прочитал сам, у меня вот никакой мысли не возникло. А тут вот Шиперов прислал, еще разрешил слова меня, я говорю, ладно. Мне вот это стихотворение понравилось, где-то кто-то поменялся, он сказал, что мне Шиперов разрешил так, что все. Ну, правильно, я же не сам. Вот. Ну, я, во-первых, первое, чего я поменял, это я поменял название. Потому что реквием — это заупокойное место, я стихотворение прочитал, оно больше размышления о итогах. Там упоминаются ушедшие однокурсники, но, как сказать, это, что ли, не главная такая линия. В принципе, я поменял название, песня называется «Сорок лет». Она, естественно, поскольку две недели назад появилась, даже меньше, вот, то сейчас это премьера. Сейчас еще надо вспомнить, потому что премьеры, они имеют такое свойство забываться. Я имею в виду начало. Так, шпаргалка у меня есть. Сорок лет, словно сорок дней. Будто не было их совсем, я снова среди друзей, только жаль, что пришли не все. Кто не знал или не сумел, а кого-то свалил недуг, кто-то просто не захотел. Это тоже бывает, друг. Сорок лет, словно сорок дней. Есть что вспомнить, кого помянуть. Длинный список моих друзей, тех, кого уже не вернуть. Тех, кто сердце свое порвал, отдавая себя другим. Кто упал или не добрал, превратившись в огонь и дым. Они тоже с нами сейчас, в нашей памяти и сердцах. Может, даже глядят на нас, притулившись на небесах. Сорок лет до того, долгий сорок, это большая часть пути. Это жизнеобратный склон, его тоже нужно пройти. Не согнуться бы, не упасть, раньше времени не сгореть. В небо внуков в небо поднять, да на правнуков посмотри. Я не жалуюсь на судьбу, был я счастлив и видел свет. А зачем на земле живут, до сих пор не нашел ответ. Сорок лет, словно сорок дней, самых лучших и ярких лет. Дом построил, взрастил, сыновей. Может, это и есть ответ. Автор киток. Ну, тут вот все-таки довольно тесно переплетено. Вот мне Сан Саныч передал привет от моего инструктора Владимира Васильевича Мозгового. Вот, ну, тут люди тесно очень так взаимосвязаны. Сан Саныч вместе человек легенда. Судя по его творчеству, он не только профессионал, как летчик, он еще и такой жизнелюбный. Вот. И такой, ну, позитивный, приятный человек. Я еще потом про него скажу. А про инструктора я сказал тоже не случайно. Вот, следующая песня и посвящается моему инструктору. Я вошел в кабину, сел, кресло подогнал, Пристыгнул ремни, напянул гарнитуру. Вот опять передо мной торчит штурвал. И сидит инструктор мой. Какой-то хмурый дает добро. Я без лишних слов рулю, и вот мой самолет на старте. В полету я, а разве на дне готов? Ну ладно, бог с ним. Контроль по карте. А инструктор до сих пор слова не сказал. Смотрит так и все молчит. Что-то с ним творится. Волна плавно на себя. Я беру штурвал. Ничего, сейчас он у меня разговорится. А самолет, как хочет вредный бык, Все норовит то вверх, то вниз, то вбок. Но, наконец-то, вот он первый втык. За то, что скорость выдержать не смог. Я потом еще чего-то сделать позабыл. А инструктор оживился, веселее стал. Он мне столько всяких разных слов наговорил, О которых раньше я и не подозревал. Он говорил про это и про то. И даже чью-то маму вспоминал. И все не мог понять. Но кто же тот? Меня к нему на голову послал. Дальше больше из меня пот течет рекой. И уже не слышно, что в эфире говорят. Так кто же мог подумать, что болтливый он такой? Напросился я, вот теперь и сам, Ни родной уж не остановить. И громкость не убавить, вот беда. Я думаю о том, как до земли дожить. Сейчас все остальное ерунда. Слава Богу, наконец-то завершен полет. А меня хоть выжимай, до того я мокрый. А инструктор мой охрип и больше не орет. А он, когда молчит, всегда такой родной и добрый. Шатаясь, из кабины выхожу. Прости меня, инструктор, дорогой. Я отдохну, в салоне посижу. Пускай тебя послушает другой. А мой выпуск в этом году будет отмечать еще только 35 лет. Мы еще молодые. Здесь вот в этом зале есть еще один человек в легендах. Зовут его Владимир Николаевич Презин. А я с ним когда-то жил в одной комнате. Он был с Кершиной. И вот это предисловие к следующей песне. Потому что мы были в августе месяце 80-го года. Нет, 81-го. Мы были в Красноярске. И там мы сидели на пристани. Поехали на водохранилище. Красноярское. Ожидали теплоходик. И вот появилась вот эта песня. Которая так называется. Август или последний месяц лета. Было бы странно в августе не спеть песню про август. Последний месяц лета. Пришел однажды в город. Однажды на рассвете По улицам прошел. И не было заметно Еще, что осень скоро. Казалось, целый месяц. Казалось, срок большой. Задумчивый бродил По скверам и бульварам. Ходил неторопливо Над тихой рекой. И что-то вечерами Шептал влюбленным парам Склонились над скамейкой И шелестя листвой. Последний месяц лета. Большой укрепили брошки И яркими цветами Сады и разрезал он С ночного неба ставит Все чаще Бавить звезды Но загадай желание Я все не успевал Я все не успевал Последний месяц лета То весело смеялся, А то вдруг тихо дворкал доверчивым дождем, И как-то незаметно и быстро уменьшался, Пока не оказался последним летним днем. Спасибо. А Андрей Звягин есть здесь? О, приветствую. Я предисловиваю следующей песни. Следующая песня называется «Не кузнечик», Я ее называю так «На правах рекламы». Она посвящена самолету А310. Я на нем летал капитаном, А Андрей на нем много лет работал буртронником. Нет он, конечно, ни блоск, ни кузнечик, И мелкие отличия не все. И все-таки зелененький, Совсем как огуречек, Большой такой зеленый самолет. Но все-таки зелененький, Совсем как огуречек, Большой такой зеленый самолет. А я на нем летаю капитан, И сразу ясно всем, что мне везет. И мне везет и возит он меня по-разному страну. Большой такой зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет. Немного мест, где он ни разу не был. Работать никогда не устарел. Он так жив, как и я, почти не может жить без неба. Большой такой зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет. В Мангкоке, в Хургаде, в Барселоне. Он мощный позитив с собой несет. И люди улыбаются, увидев на перроне Большой такой зеленый самолет. Все люди улыбаются, увидев на перроне Большой такой зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет. И вам, конечно, сразу повезет Вас повезет хоть в Варку, хоть во Францию, на Сену Большой такой зеленый самолет Хоть в Иван, хоть в Мюнхен, хоть в Венецию, хоть в Вену Вас отвезет зеленый самолет Большой такой зеленый самолет Большой такой зеленый самолет Спасибо Андрей, правда, работал не в F7, а в Аэрофлоте на этом самолете Так что есть немножечко, ну ничего, да? Это наши самолеты Ну да, да, самолеты ваши, я не знаю Понимаешь, как я говорил, этот жигулик крутится, крутится под ногами А у нас у Волка Нет, самолет к нам пришли за работу, ну частично Но это все, опять же, предисловие к следующей песне Меня тут уговорили родственники попробовать писать прозу Ну и я, значит, не сразу, но попытался это сделать И один из очерков, или как у меня сын старший называет, текст Хороший папа текст Вот, один из очерков называется «Жизнь после жизни» Я когда его написал, я его поместил в ВКонтакте, в Фейсбуке И есть еще такой сайт Prozor.ru Вот, если кому-то интересно, можете посмотреть И когда я, значит, вот этот текст выложил В комментариях мне прислали стихотворение Как я уже потом узнал Стихотворение Андрея Звягина Которое называется бывший бортпроводник Ну, перекликается с темой вот этого очерка И вот как сразу я его прочитал Оно сразу, как я говорю, стрельнуло То есть появилось желание его спеть Ну, я разрешение получил Вот, и сейчас я исполню эту песню Называется она «Бывший бортпроводник» Это не мое название, это название автора Безумной жизни карусель Ушла к другим по эстафете Ложишься спать в свою постель Не вскакивая на рассвете Твой кофе в графике забит И выходные в воскресенье Ногу у турбин в ушах звенит Ногу у турбин в ушах звенит И нет от этого спасения Тоскуешь ты по городам Где был ни раз, ни два, ни десять Бортпроводник он как цыган О седлой жизни умот прессин В аэропорт попав опять Слегка заноют где-то нервы И будешь долго повторять И будешь долго повторять Я не последний И не первый Да, ностальгия достает Ты сам того не замечаешь Как в небе каждый самолет По долгу взглядом провожаешь Иной в жизни ритм бывает Но рвутся крылья к солнцу выше И часто по ночам летает И часто по ночам летает Бортпроводник с приставкой бывшей И часто по ночам летает Бортпроводник с приставкой бывшей Адрелий выступает иногда в этом зале Читает свои стихи Но если сегодня получится То может быть Ну не знаю как получится Ладно Звонит мне недавно Мой давний хороший друг Владимир Васильевич Волосков Он должен был быть в этом зале сегодня Ну и вас звонили Перед концертом он не успел Он кстати тоже выпускник Бугурусланского училища И был он в свое время Пилотом-инструктором АН-24 А звонит он мне из Бургаса Где-то тоже дней 10 назад Может неделю Там в аэропорту есть музей авиации И в этом музее Есть самолет У-154 действующий Туда выпускают Псалом в кабину и тут же И он значит Говорит Заходим мы с внуком А внук у него все мои песни знает Внуку 4 года Вот заходим мы с внуком в кабину А там из динамиков говорит Твоя песня Звучит Владик говорит Посмотрим О, Захаров поет Ну вот предисловие Здравствуй, друг ты мой потертый Ту-154 Нашей встрече рад я как всегда Как здоровье состояние По полетному заданию Нам сегодня рейс на Краснодар Как здоровье состояние По полетному заданию Нам с тобой сегодня Рейс на Краснодар Обойду неторопливо Осмотрю не суетливо Фюзеляж и крылья и шасси Все в порядке Все здоровы И хоть ты, как я, не новый Но готов лететь и полон сил Все в порядке Все здоровы И хоть ты, как я, не новый Но готов лететь Готов и полон сил Мы с тобой во многом схожи Да и судьба наша тоже Облака, приборы, привода С одного того же года Я со в луге, ты с завода Помнишь, как блестели мы тогда С одного с тобой мы года Я со в луге, ты с завода Помнишь, как блестело все у нас тогда Мы немало полетали И немного подустали И тот воск уже не возвратить И как жаль, какое гадство Что года мое богатство И продать нельзя Не раздарить И как жаль, какое гадство Что года мое богатство Не продать его нельзя Не раздарить Рано на покой стремиться Порох есть, как говорится Но запал, увы, уже не тот И красотку проводницу Ту, что в дочке мне годится Отвезет домой второй пилот И красотку проводницу Ту, что в дочке мне годится Отвезет домой второй пилот А мы сейчас с тобой взобьемся И сквозь облачность пробьемся И ударит солнце свет в стекло И как в первый раз Когда-то вновь поймем Судьбой крылатой Нам с тобой в жизни повезло И как в первый раз Когда-то вновь поймем Судьбой крылатой Нам с тобой в жизни повезло Парагэрэм 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 Па-па-да-ба-дам Па-па-да-ба-па-да-ба-дам Спасибо. Спасибо. Ну вот, на самом деле, я что хотел сказать. В этом зале есть много вообще-то уникальных людей. Я сначала, я не хочу вот кого-то обидеть, не упомянув, но если я начну всех перечислять, мы тогда петь не будем. Мы будем говорить о моих друзьях. Мне очень приятно общение с этими людьми, их дружба, потому что вы как-то реально уникальные люди. Вот один из них, Андрей Михайлович Ежов сидит, смотрит на него. Это, да, командир АК-130 в аэрофлоте, вот, Сан Саныч Макагон, его водил в командире на самолете Ту-154, а сейчас он работает в эскадриле, пилотом инструктором эскадриле Владимира Николаевича Фризна. Вот, видите, вот такой легендарный, ну, тут на самом деле, вот, легенд там много, вот, да, Алексей Борисович Данцик, тоже один из таких людей. И их всех объединяет одно такое очень ценное качество, это ответственность. То есть это люди, которые не жалуются на судьбу, но это я точно знаю. Вот про Андрея, когда узнал количество его увлечений, я потом, не знаю, жене минут 20 дома, наверное, она рассказывала в первый раз, когда я говорю, знаешь, он вот это вот делает, вот это вот, и на лжах катается, на рыбалках ходит, и цветы он выращивает такие, что нам они снились, и дом он строит. Вот, он говорит, вот так. Ну вот, и это люди, которые берут все на себя, и у них все получается, потому что, ну, если вот не выходят с этой стороны, не жалуются, что там кто-то виноват, они, значит, сразу находят какой-то, или пытаются найти другой ход, чтобы решить проблему. То есть, вернее, не проблему, а задачу. У них нет проблемы, у них есть задачи, которые они решают. Вот, и следующая песня посвящается таким людям. Алексей Борисович, что-то недовольно на меня так смотрит, что-то, может, я не так говорю? Вот, песня называется «Паруса». Вот, психологи, наверное, знают, да, что такое важное качество, как ответственность, оно отличает вот таких людей, и... Ну, и все, короче. Поехали. 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 Молодцы. Поехали. 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 Он или не сможет Верно, каждый выберет сам Сможет, он или не сможет Стой, не бояться проблем Чтобы становиться сильнее А небо помогает лишь тем Сильным, кто решил, что сумеет А небо помогает лишь тем Сильным, кто решил, что сумеет Знаю, будет трудно не раз Только я сумею, я знаю В жизни все зависит от нас Если мы за все отвечаем А в жизни все зависит от нас Тех, кто за все отвечает Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Верно, каждый выберет сам Все, что он сумеет и сможет 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 Спасибо Скажите только честно Мне вот сейчас показалось, что что-то громковато Не глушит вас? Ничего, потише Не нормально? И те, кто впереди, и те, кто сзади Те, кто послухну, списался Хорошо, да? Ну ладно Следующая песня Называется Про нового царя Я ее очень редко пою Может быть даже и не пел Или очень давно, так что забыл Вот в том же На том же сайте Prozor.ru Есть еще один мой очерк Там ничего придуманного Все из жизни И он называется Как курсант Брал заместителя министра Гражданской авиации Курсантом этим был я А вот А песня На эту тему Она Была посвящена Новому начальнику училища Который пришел После всеми уважаемого Михаила Ильича Митяшина Нашего Вот Ну К сожалению Не бывает так, что Все всегда хорошо Ну Ладно Мы его не любили Когда прислали Нового царя Он очень всем понравился В начале В тот день кричали Женщины Ура И В воздух Свои Чепчики Бросали Был новый царь Наружностью своей Приятен это всем В глаза бросалось Был полон он Прожектов и идей По крайней мере Всем так показалось И сразу удивить решил весь свет В тот день когда примерил он корону И для начала личный туалет Построить приказал Построить приказал Поближе к трону Все ждали кардинальных перемен И царский кабинет И царский кабинет в один момент Преобразился Все в нем засверкало А дальше дело как-то не пошло Попытки правда были Но недолго А дело заменило много слов О новой жизни И о чувстве долга Царь быстро понял Стоит ли страдать Живя спокойно Проживешь подольше Пока возможность Есть от жизни брать Точнее рвать Как можно больше Пока возможность Есть все сделать так Как будто на законном основании Ведь новый царь был вовсе не дурак Был с юридическим образованием Да-да, новый царь был вовсе не дурак Был с юридическим образованием Не все довольны были при дворе Иные к царской совести взывали Но совесть ведь она же не для царей Убрать смутьянов Чтобы не мешали А совесть ведь она же не для царей И недовольных просто убирали У сказки нет счастливого конца Хоть в торжестве добра нас уверяют Но и поныне правит этот царь Обидно, что царей не выбирают Никто к царю не выбыл под лица Да, только вот царей не выбирают И все-таки мне верится, что нить Без чинств и справедливости порвется Вот только жаль, что в эту гору жить А возможно нам уже и не придется Браво! Спасибо Ну это было Это было 1984 год Ну это так Справка Как такие справки называются? Ну не важно Так Как же это самое Как же успеть это все? Ладно А следующая песня Вот мы с Алексеем Борисовичем Три дня общаемся И он все время поет А лет скоро кончится У вас на самом деле в Москве В этот раз почему-то Уже давно осень Вот у нас в Новосибирске Как это не странно Где обычно всегда все гораздо раньше Желтеет до цвета У нас сейчас какое-то теплое, ласковое лето Просто подарочное, я бы сказал А сюда приехала и удивилась Все, листья желтые, рябина красные У нас даже рябина еще толком не покраснела Вот Ну кроме того Я еще хочу сказать Эта песня специально Вот сегодня я хочу ее вспомнить Для моего друга Сергея Жданова И его жены Ольги Которые живут в Германии Они К этому заглядят Бывали Но вот Сейчас не могут быть Они этот концерт Посмотрят в записи И в общем Я желаю им Скорейшего здоровья И всего самого хорошего И специально для них Эта песня Ну и для вас, конечно Потому я этим летом Отпуск так и не попал А лето скоро кончится Уже рябина красная И запахи осенние Над городом стоят А мне чего-то хочется Мне самому неясного И запахи осенние мне душу беретят Никогда не угадаешь Где найдешь, где потеряешь Горький привкус диких яблок Не сумеет подсказать Если б мог поведать кто-то Что там ждет за поворотом Ведь потом уже обратно Не вернуть, не отыграть А лето скоро кончится Уже рябина красная И запахи осенние Над городом стоят А мне чего-то хочется Мне самому неясного И запахи осенние Мне душу беретят И запахи осенние Мне душу беретят Может, помнишь, как вначале Лето мы не замечали Помнишь, не было печали В речке теплая вода Только вот какое дело Как-то быстро пролетело Это лето пролетело Незаметно, как всегда И лето скоро кончится Уже рябина красная И запахи осенние По городу плывут А мне чего-то хочется Мне самому неясного И запахи осенние Покою не дают И запахи осенние Покою не дают А лето скоро кончится Уже рябина красная И запахи осенние По городу плывут А мне чего-то хочется Мне самому неясного И запахи осенние Покою не дают И запахи осенние Покою не дают Спасибо Кто-нибудь мне может точно сказать Как вот правильно С точки зрения русского Покою не дают Или покою не дают А я вот когда записывал Я сначала написал Покою Потом думаю Вроде как должно Покою переделать Покою Покою Да, вот видите Мнения разошлись Голосовать будем Так Но к сожалению Вот у нас Время поджимает Я не успеваю все Но вот следующая песня Это Это опять Премьера не песни Премьера аранжировки Я после Большого перерыва Моей большой радости Опять Договорился С очень Талантливым Очень интересным Музыкантом Александром Владыкиным Который написал Аранжировки К таким моим песням Как Белокуриха Давайте будем счастливы По облакам И вот я его говорил Следующая песня Называется Еще раз Про любовь Я здесь уже много раз пел Без инструментала Вот Но То, что он сделал Мне, например, нравится Очень Предлагаю ваше внимание Я заглянул В ее глаза В ее глаза Была гроза Весенний Голокольчик Полевой И ветер мне Живнул Листвой На свете Ни другой Какой Не береги ее И сердцем И рукой Ты береги ее И сердцем И рукой Она смеялась Надо мной Своей улыбкой Озорной Не говорила Мне в ответ Ни да, ни нет А ветер вон Что шатал И след Другое Такое На свете Нет Ты не отыщешь Даже через Тысячу лет Ты не отыщешь Даже через Тысячу лет А мне не впрок И не вдомек И не хранил И не берег И оказалось Так нетрудно Потерять И ветер тихо Прошатал Но что ж Тут так Не удержал Я промолчал А что сказать Ну что сказать Девушки отдыхают Я найти Ее опять Хочу и больше Не терять От любви Как от себя Не убежишь В году Любом В краю Любом Так много Песен Про любовь Все потому Что Про любовь Вся наша Жить В году Любом В краю Любом Так много Песен Про любовь Да потому Ох Я найду Ох Шоу-шоу-шоу-соу-шоу-шоу-шоу-шоу. Спасибо. Правда, черт, а не музыкант, да? Это живой баян, это он все... Вот, ну и я уже за все пределы выхожу. Я сейчас вам еще спою одну премьеру, которая, в общем-то, совершенно неожиданно даже для меня самого сегодня зазвучит. В этом зале. Мы вчера сидели во дворе у Алексея Борисовича, со всем семейством пели песни. Я говорю, я вам сейчас сыграю песню, которую я уже давно... Даже не песню, это так, как, короче... Ну, песню пусть будет. А я уже давно придумал несколько куплетов, но никак не могу найти логичное... Вернее, придумать логического завершения. Ну, я ее спел, вспомнил. А сегодня утром у меня вот этот заключительный куплет как раз появился. Так что я ее прямо обкатываю сегодня. Вообще вот, как горячий пирожок, да? Тут без печки. Она, правда, к авиации так, в принципе, никакого отношения не имеет. Чуть-чуть. Не верьте поэтам, они вам такого наоборот Не верьте поэтам, поэтаму и потому, Не верьте поэтам, они непонятный народ. Безумное племя, рифмующих лодку с селедкой, Конфету с котлетой, с полетом всегда самолет. Подводную лодку, конечно, с надводной лодкой. Не верьте поэтам, им верить нисколько нельзя. И я вам об этом твердить никогда не устану. И к ним за советом вы не обращайтесь, друзья. И к ним за советом я сам обращаться не стану. Не верьте поэтам, послушайте добрый совет. Хоть тоже я в рифму могу. Стоматолог-психолог, мне можете верить. Ведь я же совсем не поэт. Я летчик немного, а в общем-то эндокринолог. Аплодисменты на этой позитивной ноте. Давайте сходим на перерыв. Минут 15-20, ну и потом продолжим. Перерыв. А, кстати, пока не успели, да, я забыл объявить. Следующий мой концерт будет в этом зале 9 ноября. Ну а 9 ноября я уже, Коля, объявлю, который будет 23 ноября. Вот, все. А диски на стойке, они всегда там, пожалуйста. Спасибо. А подписывать будем после концерта. И фотосессия тоже будет после концерта.